вот какое-что появилось. а что это? а здесь вот бамбук нарисован. это чайная коробочка. да можно обойтись безо всего. а это что такое? а это вообще самый важный элемент чайного действия. это у нас весы. зачем нам нужны весы ты спрашиваешь? или какие бывают ошибки? нет. я спрашиваю зачем нам нужен чайник? в принципе нужен нам чайник? сегодня я думаю что нет. приехали. что же делать? подождите. у нас очень часто спрашивают нужен ли чайник при заваривании чая? или можно обойтись термосом или нельзя обойтись термосом? как бы? нет. нужен сосуд где мы чай завариваем конечно. это может быть гайвань. это может быть чайник. я пытаюсь прийти к первоистокам. из чего завариваем? то есть из чего мы заливаем туда? мы завариваем чай из чая и завариваем чай водой. то есть кипятком. давайте мы к воде вернем. вот с этого собственно и надо начать. даже весы сейчас не столь актуальны. а актуальна для нас вода. вот у нас вода собственно говоря приготовлена. осталось понять вообще откуда вода. давайте поймем. то есть какие могут быть ошибки при подборе воды? основная ошибка это не обращать никакого внимания на воду. потому что вода это в чайном действии очень важный элемент. то есть как говорят что чай это соединение воды человека и собственно говоря нашего внимания и именно на стыке вот этих элементов рождается сам по себе чайный напиток, чайный настой. и то какая будет вода, как она будет выбрана, очень сильно влияет на качество чая. вот если мы вообще не думая о воде, берем первую попавшуюся воду, берем хороший чай, либо очень хороший чай, мы часто не получаем того результата, на который ориентированно, на который мы рассчитываем. у нас бывает огорчение. и нужно чтобы этих огорчений было как можно меньше. поэтому мы идем в магазин, самый простой путь, покупаем бутылированную воду, естественно не газированная. нет, подожди, но бутылированная вода огромное количество. во-первых, она не должна быть газированной, естественно. ну это понятно. но для многих кажется это странным. то есть чаек на газированной воде это вообще невкусно. я пробовал один раз. понял. то есть ни в коем случае на газированной. да. не газированная, с небольшой степенью минерализации. вот когда мы читаем этикетки, на воде надо читать этикетки. там написано 250, там 370 миллиграмм на литр. вот где-то не выше этой степени минерализации. попробуем запомнить. да. можно меньше. про бренды конкретно сейчас говорить не будем. лучше ориентироваться вот на такие позиции, на такие параметры. и, наверное, еще имеет значение в ситуации с водой, как бы, ну, знаем рынок, знаем производителей известных. можно на это пробовать. и в зависимости от того, какая у вас вода будет, немножко разный вкус у чая. на это нужно обращать внимание. второе, второй элемент, это как воду готовить, правильно. частые ошибки, распространенные при приготовлении чая, это ошибки в кипячении воды. да. хотя, на самом деле, это дело не такое хитрое. я, может, сейчас скажу какую-то ересь или крамолу, но это так. вот, нам, как говорится, нечего скрывать от своих уважаемых зрителей. давай ересь. воду надо кипятить. в основном, большая часть невкусно заваренных чаев, при ошибках в приготовлении воды, это недокипевшей водой. недокипевшая вода вообще, все эти истории о том, что там 60 градусов, или вот какие-то такие непонятные величины температурные, они связаны с тем, что это инструкция, в основном, по приготовлению порошкового чая, как бы зеленого, вот в формате японского. или вообще непонятного чая. да, или непонятного чая. поэтому лучше все-таки, чтобы вода забурлила. даже иногда бывает, когда там индикатор у чайника отключится, ну, сам который на выключение воды настроен, конечно, вода чуть-чуть перекипевшая получается, но все равно, такая вода раскроет аромат у чая. если мы воду не докипячиваем, то в чай не раскрывается аромат. аромат это душа чая, без него никуда. важный момент, чем плоха перекипевшая вода, ошибка какая вот бывает, если воду сильно перекипячивает, или кипячивает несколько раз, она дает неприятно, некомфортное ощущение при питье чая во вкусе. жесткость? аромат, да, раскрывается, но мы ощущаем в горле тяжеловатость, какую-то шершавость, шероховатость, и сам вкус чая получается какой-то плоский. ну, получается, жесткая вода, плюс вода умирает. такой вопрос сразу по ходу пьесы. стоит ли омолаживать воду, или не стоит заморачиваться такими вещами? например, как при варке чая. но если мы варим чай, в этом есть смысл. в этом действии мы входим во взаимодействие с водой. мне кажется, что если, как сказать, поставить себе такую задачу, чем больше будет каких-то маркеров нашего внимания сконцентрироваться на процессе закипания воды, тем лучше. в принципе, ничего в этом плохого нет, если у человека есть это желание. я этого, например, обычно не делаю. я обычно этого не делаю. в принципе, еще, конечно, когда вы проводите чайную церемонию, часто бывает, что совсем хочется заморочиться в плане чайной церемонии, и люди недостаточно внимания уделяют кипячению воды в этих условиях. можно прямо взять огонь, газовые горелки, и вскипятить в стеклянном чайнике воду прямо на глазах у ваших друзей или у тех, кому заварите чай. это особая тема, и когда мы делаем возвышенное, торжественное, специальное, с волшебным чаем, чайное действие, можно воду прямо готовить на глазах перед началом чайбы. Василий, ускорю. еще. у нас просто, сейчас, все равно постараюсь ускорить, объясню, почему. потому что люди сидят, ждут и говорят, вы чего ничего не пьете? почему у вас непонятно? вообще ничего нет. здесь вообще ничего нет. просто про воду, еще про ошибки, связанные с водой. воду нужно сохранить после того, как мы ее вскипятили. так. а как ее сохранить? вот это вот, я как раз об этом и спрашиваю. для этого вот есть такая прекрасная конструкция, как термос. термос со стеклянной колбы, с металлической. мы его споласкиваем немножко кипяточком. многие термос не споласкивают, но лучше идеальный вариант. то есть термос подогрения для того, чтобы температуру держать максимально большую. споласнули, вот, сюда наливаем кипяток, закрываем термос крышкой, и у нас вода для нашего заваривания чая. лучше воду не менять. Василий, такой вопрос. часто используют просто чайник, в котором вскипятили. стоит ли это делать? если нет устройства в чайнике, которое подогревает воду, то в принципе там вода будет остывать. то есть это в принципе плохо будет сказываться на том, что... да, да, есть какие-то моменты, когда этим можно пренебречь, но в целом нужно ориентироваться на термос, он хорошо сохраняет воду. периодически в процессе одного заваривания человек, допустим, заваривает из чайника, уже не очень, но он еще пытается его еще раз вскипятить. это плохо, да. в том случае с термосом тоже обращаю внимание, это такая гурманская тема, но какую часто люди делают ошибку. вот термос у нас небольшой сравнительно, а вот иногда завариваешь на большое количество людей, вода заканчивается, а чай не закончился, нужно вскипятить ее еще раз. и вот в этот момент, когда мы второй раз вскипятим воду, мы должны вскипятить ее мягче. Замечено, что когда уже чайные листья распарены, когда не отдали часть аромата, когда на них мы потом обновленный кипяток наливаем и круто вскипяченную воду, или даже до такой же стадии, как была вскипячена в первый раз, не такой хороший вкусный чай. Как бы он резко меняется. Давайте расскажем, что такое более мягкая вода. То есть мы ее вскипятили, но чуть-чуть дали подостыть. Ну, да, либо до более легкой стадии бурления. То есть первый раз заварим крутым кипятком, вторая, как бы более легкая стадия бурления, когда на воде там легкая река появляется. Поэтому чайник классно тоже используют, у которого есть открывающаяся крышка. Открыли, взглянули, посмотрели, что происходит на поверхности. Это очень круто, классно. Так, ну ладно, вода у нас готова. Давайте мы двинемся дальше. Двинемся дальше. Вот мы двинулись дальше, собственно говоря, вот к этому приспособлению под названием весы. Весы. Для чего нужны весы? Вообще зачем? Часто мы ошибаемся, когда кладем на глазок. Причем здесь есть две крайности. У многих русских, особенно у мужиков, у пацанов, есть такая тема, все мало кажется, сыпем еще, еще чай. Кажется, что будет круче, жестче, класснее, ярче. А в итоге получается, что чай-то горечь дает. И вкус у него какой-то получается сжатый. Даже хороший чай горечь дает? Если положить слишком много, да, конечно. Чай есть дубильные вещества. Не всегда приятно. Поэтому нужно, чтобы чай раскрыл свою красоту. А красота, она где-то на стыке объема заваривания гармоничного. То есть, когда чая не слишком мало, не слишком много. Вот поэтому, чтобы нам... Что пьем-то сегодня? Ну, красный пьем. Мы на эфире, как правило, красный пьем. Нам нужно в ботом состоянии находиться. Да, чай красивый. Конечно, мы тут можем положить исходу то количество, которое необходимо по чаю. Но, тем не менее, имея сегодняшний эфир и рассказывая об ошибках мы хотели бы все-таки показать... Ну, и если уж мы взяли весы, надо сказать, сколько вешать в граммах, собственно говоря. А в граммах вешаем мы, исходя из нашей посуды, из ее объема... Вот сейчас мы эту конструкцию нашу чайную волшебную перенесем сюда. Итак, друзья... Вот мы установили... То есть, у нас два человека есть. Евгений и Василий, которые собираются попить чаю. На каждого человека нам нужно примерно 2,5-3 грамма чайного листа. То есть, 5-6 грамм. Соответственно, вот на такой объем посуды, то есть, это китайская гайвань, чашка с крышкой, на двух человек. Окей. Соответственно, давай завешивать будем... Что еще хотелось бы сказать по поводу того, почему стоит заваривать? У каждого есть свои предпочтения, то есть, есть предварительные какие-то критерии, сколько необходимо заварить. Но у каждого есть свои предпочтения, в зависимости от вкуса, от наработанности чая и так далее. Вы один раз заварили, вы понимаете, сколько было до этого и можете скорректировать в следующий раз. Есть какое-то движение, да, понятное. Да. То есть, вы каждый раз можете корректировать. Меньше, больше, что такое меньше, такое больше. Слушай, потом еще важный момент. Чай имеет одинаковый вес, но при этом совершенно разный объем. То есть, один чай пушистый, и там его много, а другого очень мало чая. Например, тайваньский улуны весит, вообще там, пол чайной ложечки, это может быть 5-6 грамм. А этого чая у нас 5-6 грамм будет почти полной гаймы. Василий, вы видели вообще приборы? Можно понять? Пригодятся. Но вообще... Ошибка, на самом деле... Ошибка не ошибка. Нет, одна из ошибок тоже в полном отказе от приборов. Еще и выключился у нас. Мы что, долго говорим? Да нормально мы говорим. К вопросу об инструментах. С инструментами важный момент какой? Что мы должны использовать функциональный набор инструментов, который нам помогает. Иногда новички, например, берут слишком много инструментов. Ну, вот я считаю, это тоже ошибка при заварении чая. И не все их используют. Или даже не знают, какой инструмент как нужно правильно использовать. Поэтому нужно... Ну что, вот мы 5 грамм взяли. Да. Перед тем, как мы начали заваривать чай, нам нужно сначала познакомиться с нашими чайными инструментами. И понять, чего нужно для... Для чего. То есть для какой... Для какой функции тот или иной предмет. Обязательно закрываем, для того, чтобы чай не выдохся. Да, это тоже распространенная ошибка. То есть чай нужно обязательно закрывать. Запаивать там, защелкивать его или... Желательно хранить в холодильнике. Ну, правда, красный чай не обязательно. Но, тем не менее, по возможности, конечно, желательно без запахов на холодильнике. Низкотемпературным режимом, чтобы дальнейший процесс окисления не шел, если при этом чай не заточен под взаимодействием. Стоит ли знакомиться с ним? То есть знакомиться с чаем стоит. Это тоже одна из ошибок, когда мы не уделяем достаточно внимания чаю. То есть вот этот процесс от насыпания чая в чахе и переход его уже непосредственно в заварочную чашку гайвань часто совершенно неуловимый и мимолетный. Но при этом мы, когда с чаем знакомимся, мы оцениваем его качество, если заварим его впервые, и мы наших друзей вводим в этот мир чая, в это пространство чая, и мы формируем первое ощущение о чае. Для чая это важно? Для чая в принципе тоже важно. Если мы достали чай из холодильника, в какой-то момент вообще желательно, чтобы он полежал в естественной среде, чтобы он ярче повел аромат. Сколько примерно? Минут 10. Минут 10 достаточно. Хорошо. То есть правильно я понимаю, что если согревать дыханием, то в принципе чай начинает потихонечку раскрываться. То есть мы вот этот процесс его как бы раскрытия постепенно начинаем... Ну и этот момент тоже, но наиболее важный момент это наше включение в чайный процесс, первое впечатление от чая. Потому что ароматов чая очень много. Кстати, курагой пахнет. Это диньхун золотые ворсинки. Классный чай, удачный. А сейчас мы делаем то действие, которое делаем постоянно и об этом мы говорим. А иногда люди это не делают. Я надеюсь, что нет. Это тоже неправильно. Не прогревает посуду. Посуда должна быть горячая и влажная перед первым завариванием чая. А многие говорят, а мы чашки не греем. А зачем вы греете чашки? Ну в чашку же мы чай не завариваем. Что вообще за фигня? Зачем это все нужно? Но на самом деле мелочей тут не бывает. Чашки греются для того, чтобы первый чайный настой, который нам попал в чашки, чтобы он не терял в температуре. Кто любит пить горячий чай? Потому что если в холодную чашку налить горячий чайный настой сразу, огромное количество температуры зарасходится в пустую. И чай уже будет чуть теплым. Это первый момент. Второй момент важный, что если чашки не идеально чистые или долго стояли где-то в шкафу, мы таким образом смываем пыль какую-то возможную и какие-то запахи того места, где чашки хранились. Это тоже важно и это не будет искажать восприятие чая. Поэтому не забывайте согревать всю посуду. Прекрасно. У нас гайвань прогрелась. Да, мы засыпаем в лед наш чайный лист. Можно потом сделать вот такое движение небольшое. Ну, луны встряхивают посильнее, другие чаи как бы встряхивают не так сильно. Что это дает? Это пробуждение второго качества аромата. То есть по пути, по дороге продвижения и питания, воспитывания внутренних ощущений от чая это важно. То есть дополнительное ощущение от аромата, и аромат, который называется ароматом вторым, вот здесь прям проявилась потрясающая линность совершенно. Таким образом мы убрали температурный шок для чая. Да, равномернее его прогрели и пробудили ярчайший аромат. То есть он вообще на самом деле удивительный в этом чая. На самом деле, дорогие друзья, стоит действительно... Вино из кураги. Если из кураги можно было сделать вино, это вот оно. Почувствовать аромат чая еще до того, как мы сюда внесли воду. И это своего рода очень специфический аромат, с которым стоит познакомиться. Вы его больше не найдете. То есть он начнет меняться и, соответственно, аромат будет другим уже. Вот. Потом еще как бы распространенная ошибка, что люди не обращают внимание на то, как они заливают в чайник или в гайон кипяток. Это тоже... А для каждого чая есть специфический способ? Ну, я не знаю, не уверен, что прям для каждого чая есть специфический способ. Но есть какие-то определенные нюансы, да. Вообще, общая рекомендация, делать это довольно весело. Вот. Не нужно прям сильно так, чтобы выплескивался чайный настой из чашки. Не нужно слишком замедленно, чтобы у нас тоже все процессы как бы... Ну, в одном дыхании, органично, быстро, не прерывающейся струйкой. И, в принципе, в Китае, как правило, особенно если это об особенностях говорить, если это зеленый чай, в один из краев направляешь, чтобы активное верчение вызывать. Любуемся, как там пенка, то все происходит. Чашки прогрели. Да. Еще ошибка, допустим, первая заварка. Иногда ее выливают, вообще не пьют. Но в большинстве чаев, на мой взгляд, мы здесь от чая больше теряем, чем приобретаем. Первую заварку, когда мы завариваем, можно ее некоторое мгновение подержать. Ну, то есть, ее держат обычно подольше, чем вторую. Да. Если, опять же, не всегда стремитесь слить весь чайный настой. Если это красный чай или если это шу-пуэр, можно на дне изначально оставлять небольшое количество, примерно, ну, где-то полсантиметра воды. Для челом воды? Это для того, чтобы у нас чай заварился дольше, ярче, гуще, сильнее. Ну, как там в спортивной дивизии или там дивизии ГТО. То есть, сильно ферментированные чаи, да, в основном красные и пуэр. Да уж, да. Шу-пуэр. 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 Таким образом не заваривается. Вот. Он так дольше живет. Дольше нас радует. Давайте мы возьмем чашечку для нашего сита. И подставочку. Это у нас третий аромат уже, аромат уже заваренного чая. Опять же, я обращаю тоже ваше внимание, что многие делают ошибку какую? Характерную. То есть, не знакомиться, когда заваривают в Гайване с ароматом из крышки Гайване. А крышка Гайване идеальный вообще инструмент. Честно говоря, на мой взгляд, с ароматом заваренного чая. Ни один из элементов китайского чаепития не даст такого полноценного знакомства с ароматом. Ну, кроме что, стаканчик для аромата. Чайницей мой с лунским чаями. Ну, я уже чувствую аромат на самом деле. То есть, можно даже вот издалека его почувствовать. То есть, здесь настолько сильный аромат. Иногда люди стремятся прямо понюхать развар чайного листа. Кому-то нравится. Это профессиональная как бы тема. Кому-то реально нравится. Кого-то это реально влечет и манит. Это тоже по-своему прикольно. То есть, остерегаться этого не надо. Но если вы завариваете чай для людей, для гостей, заварите чай с целью презентации чая и показания его свойств, то есть, у вас цель показать все драгоценности и совершенства чая. Как бы тыкать людей носом в чайную заварку не стоит. Лучше из пустой посуды. И заварку в нос тыкать тоже? Да, объясню почему. На самом деле здесь все понятно, прозрачно. В листе есть запах сердца и слишком высокая температура. Обжигает, немножко нарушает ощущение. Условно обозначим, пугает. То есть, может создать некомфортные эмоции. Любая некомфортная эмоция в процессе чаепития, она ей не на пульсу. То есть, уже чай не будет воспринять так целостно. Поэтому заварку лучше не ехать. По крайней мере, на этом внимание не заострять. Чайное полотенчик какое? Хорошая тема. Можно пользоваться, можно не пользоваться. Вообще вещь удобная. Можно капель всякие протереть, которая в процессе чаепития образуется. Вообще красиво смотрится. Да, можно донышко чашки вытереть. Потом, сколько наливать чая. Вот это тоже важно. Распространенная ошибка, что люди об этом никогда не думают. А думать на самом деле надо. Это функционально, удобно. Ну естественно. Количество чая в чашке. Есть китайский ритуал. Если вы заварите чай китайцам, обязательно нужно думать о том, сколько вы им наливаете в чашку. Это у них сидит в печенках, как говорится, в подсознании, в менталитете. Ладно, но китайцы это редкий случай. Нет, ну как, ну сейчас мы общаемся, китайцы много приезжают. Почему редкий случай? Вы приедете в Китай, допустим, вас попросят чай заварить и хотят вас испытать. Знаете ли вы какие-то этикеты? А вы вообще ничего не знаете. Это плохо. То есть если вы наливаете чашку до краев, это значит вы не хотите этого человека видеть рядом с вами. Это фактически пожелание. Иди, пожалуйста, отсюда. Мы тебе здесь не рады. Как они говорят, вино наливайте до краев, чай наливайте наполовину. Друзья, подождите, хлопать мы еще не до конца. Да, наполняют обычно на две трети. Где-то. Процент на 70. Ну а потом это просто удобно. Не обжигаются пальцы. Да, очень приятно на самом деле. Хорошо видно чайный настой. Удобно чашку брать. Опять же, по распространенной ошибке, если мы чай завариваем для людей, мы иногда, скажем так, не направляем их, не ведем. Сильно везти не надо никуда, чай он сам все о себе расскажет. Но, тем не менее, определенное направление задать движение нужно. Поэтому человек, который чай заваривает, он первую заварку, особенно для неофита, для новичка, должен подать. То есть, если я сам возьму чашку, это будет не совсем корректно? Я думаю, что это будет нормально. Ну, не скрою, определенное удивление. Дискомфорт для человека, который заваривает чай, это привносит. Ну, это к вопросу о ритуальности. Ну, я думаю, что на самом деле это все в голове заваривающего. Если человек так хочет выпить чай, что он берет сам, в этом ничего плохого нет. Особенно хороший чай. И более того, если так пространство простроено, что он хочет это сделать, а тот, который проводит, он этого не хочет и его это беспокоит, это уже проблема о том, насколько мы внутри наполнены вниманием, как мы все правильно сделали. В конце концов, если ты видишь, что гость нетерпеливый, можно подальше доску отодвинуть, так, чтобы дальше длины руки, но не дотянется никак. То есть, все нюансы нужно учитывать. То есть, если для вас это важно. Понятно. Как подавать чашки? Чашки подавать можно рукой, чашки подавать с помощью щипцов. Я обычно подаю с помощью щипцов. Соответственно, щипцы нужно обязательно проверить. То есть, если вы пользуетесь инструментом, инструмент должен сработать на 100%. Ошибка – это, как говорится, неработающий инструмент. Это не тот повод, когда мы должны вызывать смех. Смех нужно вызывать другим, а не собственным неумением или небрежностью. Поэтому проверяем щипчики, чтобы все работало красиво, хорошо. Понимаем, какая чашка. Например, вот эту чашечку не возьмешь этими щипчиками. Я ее брать не буду, потому что она у меня выпадет, вывалится. Это будет не феншуй. А вот это очень удобно. Мы захватываем ее. Мы протираем немножко донышко у чайной полотенце и подаем участнику чайпити. Опять же, как это делать, в какой динамике – это тоже нам решать. Есть какие-то советы, но это все нюансы. И, если хочется поговорить по-китайски, можно сказать, хрюча, то есть пейте чай. И сами обозначаем начало. Берем эту чашку, смотрим. И звучно, вкусно, настраивая людей на правильный способ знакомства с чаем, прихлебывая. Кстати, сейчас обратишь внимание, что температура чая уже за время нашего общения достигла правильных… Прекрасная температура чая. А, кстати говоря, вот при какой температуре чая его лучше употребить? Это же важно тоже. Тоже распространена ошибка, не обращайте на это внимания. Если чай остывает, он считается Китая лишенным силы. А если он стихи горячий? Если вы хотите, чтобы вам чай налью, пожалуйста, ставьте на чайную доску, я вам налью еще. Вот. Хорошо. Я пока наслажаюсь. Согласен. Вот. Кстати, момент ритуальный тоже существует. Если чай не допит, если перед вами китайцы, мы, как правило, не наполняем чашку. Это значит, он не хочет, либо пьет медленно. Если в нашей аудитории завариваем и знаем, что люди об этом не знают, можно и как бы добавить. Или поинтересовался человек, добавить вам, не добавить. Если китайцы, освобождается чашка, наливаем. Во все пустое наливают. И до тех пор будут наливать, пока… Она пустая. Пока она пустая, да. Иногда человек в Китае говорит, мне наливают, наливают, я уже не хочу. Ну, не хочешь, сделай вот такое действие. Вот, классное. Хоп, и все. Так китайцы делают. Классно. Я не хочу, например. Это называется, я не хочу. Смотрите. Попробуйте мне сюда налить. Куда вы наливите? Вот сверху тут есть небольшое отверстие. Какая ситуация? Я вот поставил сюда, да, для того, чтобы вы добавили. Подождите, подождите. Подождите, подождите. А если я поставил вот сюда? Она как бы пустая, но стоит вот здесь. Это не говорит о том, что вот все хватит? Нет, это не говорит о том, что все хватит. То есть, в принципе, вы должны дотянуться и все равно подлить. Нужно организовать так правильно пространство, чтобы она туда не ставилась. Все, понял? Опять же, обращаем внимание обязательно на цвет чая. Это одна из чайных драгоценностей, на его особенности, на его переливы, как бы. Ну и опять же, для первого знакомства с чаем ошибка иногда брать чашки с темной глазурью. Вот когда мы первый раз пьем чай, лучше все-таки взять чашки со светлой глазурью. Они дают возможность, потому что белый цвет – это отсутствие цвета, это проявиться всем цветам. Окей, Василий, вот первый раз вы мне, соответственно, взяли и преподнесли чашечку. На второй раз это тоже делается? Или, в принципе, второй раз мы самостоятельно ставим, забираем? Можно и так, и так. Можно чувствовать нужную аудиторию, что человеку надо. Может, человек хочет, чтобы ему чашку подавали. Это замечательно, можно в это каким-то образом сыграть. А сая моя, добавьте мне еще, подайте. Вот вторую заварку, кстати, надо слить всегда побыстрее. Обратите внимание, да, это важно. Значительно быстрее начинает раскрываться чай, заваливаться. И каждый раз можно оставлять немножко больше воды. И к концу чаепития у нас практически половина уже воды постоянно в ожидании. Еще разочек напомним, что мы говорим о красных чаях или шуковерах. Благодарю. Вот я себе еще налью. Важный элемент также в чайном действии, наличии, но он почти у всех есть, кто чай заваривает, это чахая, море чая или гунь-дау-бей, чаша справедливости. Прелесть ее в том, что она дает возможность нам выровнять чайный настой. Есть такие мастера-мега-гуру, которые могут из этой чашечки разлить так ровненько, что и чайник не попадет, но это, во-первых, сложно технически. У вас это, могу гарантировать, что не получится особенно поначалу. И вообще к этому не нужно стремиться, потому что есть прекрасный вот этот сосуд, который выравнивает всех учащихся чаепития. Куда проще пользоваться им. Можно и цвет посмотреть дополнительно, и со стенок этого сосуда вдохнуть аромат. Так что пользуйтесь чахаями. Давайте все-таки скажем для тех, кто только начинает употребление китайского чая, что чахай, в принципе, для чего? Он балансирует, гармонизирует вкус, для того, чтобы можно было пообщаться об одном и том же. Потому что один человек стоит сильно заваривать другой. Да, мы должны поставить людей в заведомо равные условия, и при этом у каждого будет ощущение своей от чая, без всякого сомнения. А при этом мы должны создать здесь равноправие за чайным столом. Поэтому это промежуточный сосуд. Вкусный чай. Когда чай хороший, это реально лакомство. Вот часто люди говорят о том, что варка чая по уюю, особенно тибетские чаи и так далее, это лакомство. Вот здесь хороший чай – это всегда лакомство. То есть им можно удовлетворяться, наслаждаться и так далее. Согласен. Важный элемент тоже – сисечка. Еще Элочка Людоедкина говорила, что это нужная вещь. А вот и Остап Бендер, помните, как он его подносил, с каким пиететом. Ну, это, конечно, все шутка и маркетинг бендерский. Но суть в том, что сисечка – мелочь, а важная на самом деле в чае. Почему? Потому что она придает чайный настой в полное совершенство. То есть она фильтрует все возможные мелкие фракции. Почему это важно? Для многих это вообще несущественно. У меня, например, когда попадает там крошечка какая-то чая в чайный настой, я выпиваю ее и не думаю ни о чем. Во многим людям это некомфортно. А любой момент некомфорта в чаепитии для человека искажает его ощущение отчая и состояние после чаепития. Состояние – это такой, как бы, прекрасный хрустальный сосуд. Вот его нужно нести, хранить, беречь до того момента, пока чай не сработает. Когда он сработает, он создает такую волну, такую атмосферу, что уже там никакая чинька не будет иметь значения. Когда человеку радостно и чиньки попадают незаметно. Но все равно вот эта сичка, она важна, важный элемент. Кстати, там же металлическое мне нравится самое удобное, недорогое, классно работаю. И долговечное. И долговечное, да. Поверьте, на нашем веку разбилось, сломалось огромное количество сит. Да, некоторые даже сгнили. Даже так. Вообще забавно, да. Иногда делают вот из таких вот тыков, замечательных, сички. Вот нам тут подарили. Да, да. У меня было несколько. Ритуальный предмет, да. Разрезают пополам тыков горлянка. Ставляют сито. Затягивают какую-то, да, сеточку туда. И этим сичком пользуются. С виду, как бы, очень аутентично. Ломается на раз. Но лучше не любоваться, да. А потом он это придает еще дополнительный привкус. Сой. Определенно чаю. Что тоже не есть хорошо. Вот что, какие у нас еще бывают в чаепитии? Ошибки. В чаепитии важна непрерывность, плавность, текучесть. Многие, общаясь, забывают заваривать чай. Так. Это тоже важно. Вот в этом одно из искусств того человека, который проводит чай. То есть все выпили, а заново перешли? Либо все выпили, но никому не налили еще. Вот. Либо, как бы, вообще этот процесс не контролируется. То есть мы все время должны его держать в поле своего внимания. То есть тот, кто... Чай. Он за чай отвечает. Вот. И должен обеспечивать его постепенность, плавность, текучесть, переливы. В нужный момент на что-то обратить внимание, где-то собрать это внимание. То есть все время не забывать, что он в чае, с чаем. Вот. Забывать об этом не стоит. И всегда, когда мы берем термос в руки, мы примерно должны понимать, контролировать, а сколько у нас там осталось водички. Об этом не думать, если тоже можно попасть в неприятную ситуацию. Потому что до того, как приготовлена очередная порция воды, у вас образуется некий вакуум определенный. Пустота. И наполненный молчаным вопросом, а когда еще будет чай? Или что такое случилось? Что такое произошло? Особенно если чай хорош? Вот этих пустот Пауллосу тоже быть не должно. Чтобы их не было, можно нагревающий элемент, который у вас есть, разместить где-то рядом. Чтобы куда-то далеко не отходить, не отлучаться. И соответственно, емкость с водой тоже. И когда у вас здесь остается уже немного, где-то на две заварки, можно начать кипятить заново воду. Но, как я вам говорил, помните о том, что вторая вода должна быть скипячена слабее. Василий, давайте еще скажем о том, как нужно заваривать. То есть, мы вот заварили первый, второй раз, по второй раз мы сказали... Сколько ты имеешь? Значит нет, значительно быстрее заваривается. Что делается с третьей, с четвертой заваркой? Сколько мы должны держать воду? Ну, в Гайване, допустим, или в чайнике? В каждой заварке процесс, если мы не начали настаивать чайный лист, можно не настаивать его до самого конца. Ну, вот, на самом деле, для... Не настаиваем, то есть, долго не держим воду, да? Нет, для новичков, да, неофитов, общая рекомендация заваривания такая. Давайте, да. Залил, вылил до конца. Залил, вылил до конца. И так раз за разом, на сколько чая хватит. Так. Потому что вот то, о чем я рассказал, мы сейчас общаемся, вы будете общаться с людьми, будете заваривать чай любимой девушке, там, папе, маме, друзьям. Вы будете волноваться, переживать. А если вы заварите начальнику на работе, а если вы заварите на каком-то мероприятии, да вы забудете вообще обо всем. И отчаяние, разволнуетесь, что-то попадает. И ничего в этом такого, на самом деле, плохого нету, но для того, чтобы этого не происходило, в каких-то моментах можно чуть-чуть внимания отпустить. Не усложнять себе задачу. Не надо усложнять. Поэтому вот то настаивание, о котором я вам говорил, вы сможете проконтролировать через несколько недель или месяцев, когда вы занимаетесь этим уже непрерывом. Общая рекомендация, залил, вылил до конца, выпили. Залил еще, вылил до конца, выпили. На сколько чая хватит? Вот как я завариваю сейчас, хватит на 10 завариваю. Как я рекомендую, залил, вылил, хватит на 6. Но эти 6 будут очень вкусные. Нигде она не будет горькая. Она везде будет грамотная. Вы не должны думать, а сколько у меня там осталось? Осталось ли больше, чем в прошлый раз или меньше? На сколько сантиметров увеличилось? Это вот момент оставления воды. Вот я это как бы контролирую, она в поле моего внимания находится. И за счет этого вы раза в полтора, в два увеличиваете количество заварок, и они каждое из них вкусные? Ну да, вкусные, объемные. То есть со временем вы можете просто увеличить количество заварок? Но он хорош будет и так. Потом можно с постоянным сливанием. Некоторые всю жизнь свою чайню все время сливают постоянно, быстро не настаивая. Любят 20 чая побольше. И при этом регулируя степень открытости гайвани, можно сливать вообще крайне быстро. Это уже специфика, давайте его немножко опустим. Я просто говорю о том, что заварил, вылил, заварил, вылил. То есть практически сразу, секунду-две. Да, это если вы начали настаивать, всегда помните, это крайне опасная ошибка, что если мы вторую заварку подержали, а третью мы не подержали вообще, с третьей уже вкусом можно сказать до свидания. То есть каждый раз по восходящей. 5 секунд, потом еще 5, то есть 10, потом 15, потом 20, если мы настаиваем. Я понял. Такой вопрос. Бывает типичная ошибка, закрутились, завертелись, какая-то из заварок очень длинная казалось, минута. Что мы делаем после этого? Что нам? То есть, во-первых, это ошибка реально. То есть там заварили, условно говоря, по 5 секунд, потом раз в минуту. Да, но тем не менее, можем мы как-то из этой ситуации вырулить? Если красивая девушка сможет. Легко. Понятно. Несколько раз хлопнуть ресницами пушистыми и сказать, это был волшебный чай. В принципе, это сильнейшая ошибка. Но это ошибка, да. Я дальше, в принципе, не знаю как. Тут уже вкуса не вернешь. Ну ничего такого нету. Ну да. Можно все же обратить в какую-то позитивную эмоцию. Сказать, блин, а я забыл. А у нас есть еще какой-то вкусный чай. Давайте его попробуем. Да. Никогда не надо бояться быть честным. Вот, кстати, тоже момент. Я сейчас чахает, понюхал аромат. Классный сосуд для знакомства с ароматом. Но! Есть большая ошибка. Сидит компания, представим, моделируем. Нам хочется поделиться вот этой радостью. Я понюхал, а у меня счастье от этого. Аромат чудесный отсюда. И долго он сохраняется. Хочется дать ей, ему, всем, долг. Люди приходят разные. Ну, тебе в данной ситуации можно. Вот, даю. Спасибо. Ну, объясню, почему это не нужно делать на большой компании, на большой аудитории. Часто, вот, девчонки, например, любят пользоваться косметикой, духами, и это по-своему тоже классно. Вот. Иногда у нас так по-латински пользуются, как бы, от души или по-русски. Прям так, ах, много духов ароматов. Девушка берет такой чахайчик, она наслаждается ароматом, и все эти духи остаются там. Передает другой девушке, а девушки с девушками часто дружат, прям очень сильно, крепко, глубоко. Она говорит, какой у тебя классный аромат духов. Да, да, да. Или скажет, я это пить не могу вообще. Куда я пришел? Что такое? Соседка моя, она все испортила. Она-то, в общем-то, права. Вот. Хоть она и на эмоциях на своих женских. И мы уже аромат этого чая не ощущаем. Все. А виноват кто? Тот, кто дал. Вот. Поэтому лучше в компании, которую вы не знаете, или вы чувствуете, что там какой-то есть опасный такой элемент, сильно пахнущий для чая, имея в виду, нужно как-то все-таки, чтобы человек воспринимал аромат, допустим, ну, либо с крышки гайвани на ней не так серьезно задерживается все, либо из собственной пустой чашки. Когда чашка освобождается, мы сами это показываем, то есть мы к носу подносим, вдыхаем аромат. И людям наше действие хочется повторить. Даже если мы об этом не говорим, а если мы делаем это красиво, но при этом не пафосно, думчиво, внимательно. И не то, что даже делаем, а мы сердцем это делаем. Вот. То есть делаем осознанное, осмысленно, хорошо сформленное движение. Людям захочется это повторить, они будут прислушиваться к тонкому и получать все больше и больше удовольствия от чашки. Василий, такой вопрос. В чем может быть ошибка по количеству заваривания? По количеству заваривания ошибка… Я смотрю, чай уже белый, такой белый, там чинки плавают, их очень хорошо видно. Вообще здесь все решает восприятие аудитории то, как люди идут вместе с вами и с чаем. Иногда восприятие столь сильно утончается у людей и внимание, и чай такой классный, что можно заваривать его очень долго и все даже вот этот уходящий аромат, вкус будут чувствовать, воспринимать крайне благодатно и благоприятно. Итак. Вот в каких-то ситуациях наоборот, когда не прислушиваться к себе самая большая здесь ошибка, которую часто делают. Есть определенный как бы маркер отсутствия перемены в чае. Вот и жду от вас маркера. Нету перемен в чае. Он выравнивается, он выходит на некую фазу плата. Иногда эта фаза плата она прекрасная. Но вот такая вот… Мы как по лесенке восходим. Мы уже говорили о том, что чай идет к небу, его аромат достигает небес. И мы к этим небесам как бы чайным движемся. Одна заварка так, другая так. И вот эта вот лесенка движений, каждый раз новый уровень, новые ощущения, новые эмоции. Потом в какой-то момент раз ощущение, а потом оно такое же, оно такое же, оно такое же. И вот когда вот этот момент… Василий, вот нарушил я сейчас что-то? Ну, исходя из соображений вкуса чая, нет. А из каких соображений я что-то нарушил? Блин, ничего не нарушил. То есть, в принципе, все нормально. Вот мы вдвоем допустим. Захотел выпить и вовремя не налили, взял и выпил. Просто здесь эфир как бы, а в эфире чай пить и как бы, ну, как сказать, мы его пьем, мы показываем, что это тоже возможно. Да, да, да. Но в принципе лучше… Я просто вот взял и второй участник более активный и взял и вот разлил, допустим. Это нормально? Нет. Так. Это ненормально. Потому что вы, то есть, кто проводит чай, это ведущий чайного действия. То есть, который за него отвечает, который выстроит, простраивает. Если вы видите, что такая аудитория, что этого не сбежать, у вас маленький столик, вы не можете далеко эту доску поставить от какого-нибудь наиболее активного персонажа. Сделайте хитрость. Говорите, а мы с вами поиграем. Мы будем сейчас заваривать чай с вами по очереди. Да. Каждый будет брать чахай, свой момент, и вы, допустим, прислушать к тому, насколько все будет немножечко различно, разное. То есть, возьмите под свой контроль эту особенность человека и дайте людям в это поиграть. А кого-то это, наоборот, расслабит. Например, девушка там тихо и скромно сидит, она и не собиралась чахай в руки брать, а она, как говорится, наспорно начала это действие делать. И это все превратилось в чудесную игру. Сделайте то, что может стать вашей слабостью, оберните вашу силу. Предложите эти правила, по которым люди будут играть, не спросив у вас разрешения. А вы сами их введете в эту игру. Хорошо. Я думаю, что, наверное, на сегодня у нас аудитория по полной получила информацию по поводу того, как лучше заварить, что лучше избежать и так далее. Чтобы чай при заваривании был максимально вкусным, ароматным и создал определенную атмосферу, уникальную. За что мы любим, ценим чай? За то, что он нас приводит к нам самим, делает наш. Давайте мы дадим время теперь нашим зрителям для того, чтобы они поэкспериментировали, поизучали. Иначе мы будем... Покрываться, меньше совершать ошибок каких-то. И в то же время не бояться их совершить, потому что пока мы какие-то ошибки сами не совершим, не проживем, мы не выходим на другой уровень. А задача нашего эфира сегодняшнего, это просто постараться, чтобы их было меньше. И все. А они будут. Однозначно. Но это и нормально. Это хорошо. Да. В жизни есть от чего отталкиваться, есть к чему стремиться развиваться, как-то совершенствоваться. Как говорится, всплываем мы только тогда, когда коснулись гна от него, отталкиваемся и раз, и вверх идем. Ждите наших эфиров. Всего доброго.